Мужество нашим воинам, которые сейчас действительно занимаются очень важным делом и сопротивляются громадной орде, подготовленной на Западе, по-другому и не скажешь. Конечно, как вы сами понимаете, ночь тревожная, и я жду, как вы, все отчетов. Там все тяжело, все понятно. Но и не могу не быть тяжело, это специальная военная операция. Гибнут люди, ну, мы же сами все понимаем. Это серьезная, тяжелая ситуация. Серьезная и тяжелая. ВСУ пошли в наступление. В результате тяжелых боев есть информация, что российские подразделения все-таки покинули Балаклею. Бойцы Росгвардии организованно вышли из города через коридор на восточной окраине. В наступление на Харьковском направлении ВСУ бросило подготовленное в Британии части. Новости тревожные, информация противоречивая. Украинцы празднуют, отмечают победу. Были выложены в социальных сетях у Зеленского лично кадры украинского флага над Балаклеем. Что с Балаклеем, что на самом деле, что с Балаклеем, что с Шевченкова, что вам известно? Добрый день, Ольга. Ну, если честно, я просто в неведении о том, что столицей России была Балаклея и украинские подразделения. В моем отсутствии столицу России перенесли в Купянск, то есть в Балаклею, и вот сейчас там празднуют непонятно что. Вот, по сути своей, ни Балаклея, ни Купинск не имеют никакого-то сверхъестественного, там, какого-то значения. Для союзнических, я так думаю, что для нас ничего сверхъестественного в этом нет. Купинск, безусловно, для ВСУ представляет собой лакомую цель, поскольку это центр пересечения и железнодорожных, и шоссейных дорог. Это тыловая база, которая снабжает материальными средствами практически всю нашу группировку, которая расположена западнее реки Северский и Донецк. Поэтому цена вопроса велика. Другой удар вооруженными силами Украины наносится южнее. То есть рассуждать на тему того, что этот населенный пункт не является стратегическим важным, ничего страшного, работаем дальше, не совсем было бы корректно? Да, безусловно, это не совсем корректно. Это, он имеет исключительно важное значение для снабжения всей нашей группировки войск, действующих в этом районе. Тревожно, все волнуются, жутко переживают, не допускаем паники, верим, надеемся, желаем успехов нашим военным. Мне представляется абсолютно верным, что Российская Федерация постепенно отходит от общепринятых подходов в отношении Северной Кореи и налаживает отношения с этой страной. Очевидно, что нам необходимо формировать, как сказали бы в советские годы, антиимпериалистический фронт, потому что против России действует коалиция из 53 государств. Что с нами сейчас делает Запад? Запад нам говорит. Значит, мы придем полностью вот до зубов, вооружены всем, а ты приходи голый. А, ты не хочешь приходить голым, значит, ты слаба. Да все надо брать. Надо создавать им проблемы, надо использовать как раз те типы вооружений, которые они не понимают, как на них реагировать. В том числе и севернокорейские, да любые. Но я, честно говоря, не очень понимаю, как мы эту битву ведем. Вот я смотрю, что сейчас происходит под Харьковом. Я не собираюсь там даваться в панику, дождемся, что скажет Министерство обороны. Но я реально не понимаю. Мы видим, как весь Запад поставляет оружие. Весь. По-моему, не осталось ни одной страны НАТО и не только НАТО, которая что-нибудь да не подсунула. Мы де-факто имеем дело против суммарного ВПК больше, чем миллиард в год. Один триллион. Один триллион, простите, миллиард триллион в год. И у меня лично большая просьба. Давайте уж пожестче. Давайте уж... А то что это такое? Они пока в нос не получат, они не поймут, что мы говорим серьезно. Это парадоксальная ситуация, не все ее осознают. Дело в том, что действительно, уверенность в нашей победе и в нашей правоте гигантская. Но на эту уверенность нужно отвечать реальными достижениями. Потому что когда ты уверен, что мы должны победить, ты уверен, что наше дело правое, как каждый день все повторяют. А потом ты видишь какие-то заминки. Как же так? Мы правы, мы должны, мы можем, а этого не случается. И поэтому напряжение социальное может возникнуть не потому, что народные массы выступят против военной операции, а потому что народные массы скажут, а почему она так неактивно ведется? Почему нет этой самой победы? Почему нет продвижения? Отвечу сразу всем, кто нервничает. Дождемся официальных сообщений Министерства обороны. Специальная военная операция, еще раз скажу, это тяжелая мужская работа. Наши герои делают, что могут. Не бывает все просто. Линия фронта двигается. Бывает одну сторону, бывает другую. Важно, чем все закончится. Хочу напомнить Василия Сталина, который призывал расстреливать паникеров. Д بنеж Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok